Всем привет, с вами Тимпоз. И в сегодняшнем нашем обзоре игра The Battle of Polytopia. Это пошаговая стратегия, очень похожая на цивилизацию. Я бы даже назвал ее цивилизация на минималках на Android. Вот, здесь есть несколько режимов игры. Есть просто новая игра в песочнице и есть игра по мультиплееру. Только не по сети, а по одном устройстве с другом, насколько я смог разобраться. Возможно я ошибаюсь, возможно здесь есть мультиплеер. Вот, кампании здесь нет. Есть, как я сказал, только режим песочницы. Что он из себя представляет? Мы нажимаем New. В New Game есть два варианта игры. Первое это превосходство и второе Domination. Наверное, доминация, я не знаю, как правильно это назвать. В общем, первая это игра на количество ходов. То есть, какая из держав достигнет больших результатов за 30 ходов. И второй режим игры Domination это до последнего выжившего. Естественно, второй вариант, он будет длиться гораздо дольше. Поэтому, для примера, я вам покажу обзор этой игры на режиме Perfection. То есть, превосходство. 30 ходов. На выбор нам дается 8, точнее 10 стран. Но на начальном этапе игры у нас доступно только 4. Остальные они покупаются за деньги. У каждой страны, державы, есть свои преимущества. Ну вот, у бесплатных, которые нам даны изначально, вот первый это вариант, что-то типа японских самураев. Хинхи, или как правильно? Ксинкси. Я не знаю, как правильно это читается на английском. У них есть такой первый, как прокачан такой навык исследований, как горы. То есть, они могут лазить по горам, грубо говоря, и строить различные строения на горах. Империус. Эти ребята, у них прокачана технология организации. Я чуть позже объясню, что это. У варваров прокачана охота. У египтян или арабов, кто бы то ни был, прокачана езда. То есть, они имеют возможность с первого же хода нанимать себе кавалерию. А кавалерия очень хорошо помогает в разведке местности. У других наций свои преимущества, но их сейчас обозревать не буду. Я возьму Империус. Мы выбираем, сколько игроков будет с нами играть. Ну, это имеется в виду искусственный интеллект, компьютер. Максимум это 10. Ну, это в платной версии игры. В бесплатной можно только играть с тремя противниками. Выбери максимум 3. И сложность. Легко, нормально, сложно и крэйзи. То есть, безумно. Мы выберем крэйзи. Надеюсь, у нас получится. Что не факт. Создание мира. Он генерируется автоматически. То есть, мы не можем на это никак влиять. И вот наша карта. Такой вот квадратик. На нем рандомно размещены 4 государства, включая мое. Они могут быть где-то близко возле меня, могут быть где-то очень далеко от меня. Наша задача исследовать территорию, создавать новые поселения, развивать текущие поселения, создавать армию, захватывать вражеские поселения. То есть, цивилизация на минималках. Вот реально. Графика, конечно, здесь не прям супер-пупер, но весьма приличная. Глаз не режет. И на этом ладно. Вот, благодаря тому, что я выбрал империус, то есть римлян, я буду их так называть, у меня есть прокачанный навык, который называется организейшн. Вот он. То есть, у египтян это райдин, у варваров это хантин, у японцев это клеймбин. То есть, у всех наций какой-то вначале навык прокачан. У меня это организейшн. То есть, я могу собирать вот такие вот штуки. Я без понятия, что это? Какие-то фрукты. То есть, когда мы собираем какие-то предметы на своей территории, на своей границе, либо строим какие-то объекты, то нам присваиваются очки опыта. Вот мы нажимаем. Стоит это две звезды. Звезды это очки действия. Вверху написано stars. Пять у меня этих звезд сейчас. И в скобках чуть выше написано плюс два. То, что в скобках, это количество звезд, которые нам присваиваются по истечении хода. С ростом количества городов, с ростом уровня городов, количество звезд, которые нам будут прибавляться за ход, будет увеличиваться. То есть, мы будем иметь возможность совершать большее количество действий. Это основная и единственная игровая валюта в этой игре. Войска мы покупаем на звезды, на очки действия. Строим поселение на очки действия. Прокачиваем новые исследования на очки действия. Давайте мы соберем фрукты. Что нам будет? Под городом, под названием города, Нусумнумус. Замечательное название города, очень красивое. Есть две сейчас шкалы. Одна из них закрашена в синий цвет. Зазначает, что мы повысили уровень прокачки нашего города. Мы соберем еще одни фрукты. И город улучшается. И нам предлагается на выбор какой-то дополнительный пирк. Либо мы получим плюс один к росту нашего дохода. То есть, будет старс не как сейчас плюс три, а будет плюс четыре. Либо мы исследуем территорию. Мне важнее сейчас получить больший прирост к деньгам. Поэтому я выбираю звезду плюс один. Теперь нам нужно послать нашего друга в разведку. Потому что поблизости могут быть другие поселения. Которые мы, конечно, должны первее противников захватить. Отлично. Одно поселение мы с вами нашли. Я сейчас закажу еще одного солдата. И надо выбрать, какое мы следующее будем исследовать. Какую науку мы будем дальше исследовать. Какой перк, скилл. Вот у нас здесь мы до моря не достаем. То есть, фишин у нас отпадает. Мы можем использовать, в принципе, охоту. Я думаю, что да. Потому что после охоты у нас будет срубка деревьев. У нас здесь на территории, смотрите. Вот это ферма. Можно строить на этой территории фермы. То есть, можно их изучить. Это будет стоить нам 5 звезд. Можно изучить хантинг. Это будет стоить... Сколько это будет нам стоить? 2 звезды всего лишь? Серьезно? Так, подождите. А что это такое тогда? По-моему, меня только что обманули. Написано 2 звезды, а здесь оно 5 звезд. Я что-то не понял. Ну ладно. Что-то я аж растерялся. Короче, делаем ход. Пока ходит противник, мы перемещаемся в город. Мы его сейчас сможем захватить. Это хорошо. Это замечательно просто. Здесь мы перемещаем товарища сюда. Надо будет еще здесь исследовать. Мы можем находить руины. Есть такая штука, которая называется руины. Это очень полезная вещь на самом деле. Потому что в ней мы можем находить какие-то полезные для нас, для нашей расы, я не знаю, кто мы, нации вещи. Отлично. Выбираем то же самое, плюс 1. Можно выбирать любые варианты. Я просто выбираю плюс 1. Мне так больше нравится. Без корабля мы на воду, по-моему, не можем выйти. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Надо проверить сейчас. Да, мы не можем. Нужно прокачать навык. Навык выхода на воду. У нас его сейчас пока нет. Так. У нас сейчас 7. 7, 7, 7. Пока будем, значит, прокачивать то, что у нас есть. Давайте здесь поохотимся. Улучшим город до следующего уровня. Почему-то название очень длинное, поэтому не видно, какого уровня город. Здесь вариант. Либо мы строим стену, что укрепляет город и не дает его захватить с первого раза. Либо получаем ресурсы. Я выбираю ресурсы. Так, теперь. Теперь, теперь, теперь. В принципе, и это, и это нам дает по плюс 1 к уровню города. Плюс 1 ячейка. Поэтому мы город улучшить не сможем сразу. Поэтому воздержимся от заказа, от приобретения этих штук. Поэтому будем сейчас что-то улучшать, какую-то технологию изучать. Райдинг форестри или ферму. Сейчас, сейчас, сейчас я подумаю. Давайте лес. Изучим леса вот эти. Делаем ход. Промазал. О, нашел еще один город. Замечательно. Вот, единственное, что плохо, это то, что... Ходят эти ребята только на одну клетку буквально. Это очень медленно. Но надо прокачать кавалерию, чтобы ходить быстрее. Так, какой город нам сейчас нужно улучшить? Давайте, наверное, улучшим вот здесь. Соберем здесь все доступные нам ресурсы. Город улучшается. Мы берем здесь монеты. И улучшаем здесь. Пожалуй, задим еще один отряд. Вот что мне нравится, что мы до сих пор не наткнулись ни на одного противника. Это немножко странно. Потому что мы уже, в принципе, четверть карты исследовали. А значит, скорее всего, мы на острове. Это плюс. Значит, противники друг друга сейчас переубивают. А мы соберем сливки, так сказать. То, что останется от них. Так что нам предлагают здесь получить либо расширение территории, либо увеличение популяции. Если я расширю территорию, я смогу что сделать? Ну, как минимум, два леса получить. И выход к морю. Да, давайте однозначно расширяем территорию. Потому что нам нужен выход к морю. Будет нужен. Вот. Еще бы я был не прочь приобрести... Как это правильно называется? В общем, построить дорогу между своими городами. Это увеличит уровень всех городов. Давайте, наверное, сейчас мы эту штуку и прокачаем. Только у меня ее нету. Так-то. Поэтому мы возьмем райдинг. По-моему, это сюда. Да. Роудс. Вот это мне надо прокачать. Дороги. Не нужны дороги. Мы сейчас на первом месте среди всех игроков. 23-й ход. А, 23 хода осталось. У нас сейчас 7-й. Наша задача к концу игры, к 30-му ходу, быть на первом месте. Как бы, ну, задача предельно проста. Тут ничего не казалось. Жаль. Здесь могли оказаться руины. Для меня это был бы более предпочтительный вариант. Отлично. Так. Собираем здесь. Охотимся. Увеличиваем сразу уровень города. Опа. Плюс 1. Так. Давайте теперь леса срубаем тоже. Нам хватит денег? Хватит. Опа. Плюс 1. Точнее, плюс 5. Хорошо. Ферму я прокачал, да? Сколько фермы стоит? Нет, фермы... Почему? Я фермы до сих пор не прокачал. 10 монет они сейчас будут мне стоить. Давайте, наверное, тогда ферму вначале. А, нет. Вначале, вначале, вначале мы... Нам нужно ездока купить. Кавалериста. Он 3 звезды стоит. Это не так много. Он будет нам крайне полезен. Он может ходить на 2 клетки. Это мне прям везет. А где противники-то? Я не понимаю. Я уже должен был наткнуться на них. Не, я как бы не против. Так, смотрите, ребят. У римлян, у них территория зеленая. То есть, они всегда появляются на югах, грубо говоря. Если мы наткнулись на снег, значит, близко варвары. Варвары живут в снегу. То есть, у каждой нации своя локация, в которой они находятся. Поэтому, скорее всего, я думаю, что вот-вот будет враг. Я вижу здесь пустыня. Файлд. Ах, это может быть поле просто. Значит, арабы, египтяне рядом. Так, у нас 16 монет. Давайте подумаем, что мы можем приобрести, что улучшить. Так. Ну, вообще, надо бы ферму построить, действительно. Выучить, точнее, фарминг. Так, 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 так. Здесь у нас мы не успеем. А, нет, можно. Давайте. Сколько это будет нам стоить? Пять? Ничего себе. Немного. Ли. Ладно. Do it. Плюс два. Мы сможем заказать гиганта. Я сейчас объясню, что это значит. You meet. Мы встретили варваров. Вот сейчас такая проблема. В смысле? А почему? Я не понял, что произошло, честно говоря, вот сейчас. Я встретил варваров и что-то... Задание какое-то, может быть, выполнил. Ну, короче, у меня дороги автоматически прокачались. Это хорошо, на самом деле. Для меня это большой-большой плюс. Но я не понял, почему. Я не понял, почему. Если сейчас захвачу город, то меня убьют варвары, и город мой захватят. Поэтому мы атакуем сейчас просто варваров. Наверное. Или можем вылечиться. Давайте, наверное, их атакуем. Да. Мы их атакуем. Сейчас надо город будет захватить. Отлично. Сейчас мы здесь захватим. Еще один город. Я понял, где у нас будет сопротивление самое большое. Давайте тогда здесь еще одного кавалериста наймем. Так, строим здесь ферму. И сейчас проведем здесь дорогу. По идее, это какие-то города наши должны улучшить. Вот этот город. То есть оба города улучшаются. Отлично. И сейчас у нас вариант для построить парк, либо построить суперюниты. Я выбираю суперюниты. Это очень классная штука. Вот. И дороги, кстати говоря, помогают более быстро продвигаться от города к городу. Поэтому нельзя недооценивать эту вещь. Она очень важна. Дороги очень важны. Отлично. Отлично. Плюс один выбираем. Так. Гиганта мы двигаем сюда. Здесь нанимаем еще один отряд. Я не знаю, кого. Пусть кавалерия-то будет. Поприличнее все-таки. Так. Давайте тогда... Супер! Мы на острове. Обалдеть. Надеюсь, вот здесь нету перехода. Если нету, то это идеально. Потому что противник, он плавает хреново. Ему нужно много технологий изучить, чтобы до нас доплыть. А мы развиваемся, как видите, гораздо быстрее, чем наши враги. Двигаемся быстрее, выбираем более правильные решения. Так. Замечательно. Я прям просто счастлив. Так. У нас есть парк of fortune. Мы его сейчас строить не будем. Мы его чуть позже используем. В городах, в которых остановится развитие. Так. Выбираем больше звезд. Окей. Так. Давайте думать. Можем, в принципе, можем ли мы какой-то город сейчас улучшить за счет прокачки. В принципе, мому сможем. Давайте, наверное, здесь будем фермы строить. Плюс 2. Нормально. Что ты на меня нападаешь-то? Ой. Сглазил. Сглазил. Сглазил, ребят. Так. Здесь можем захватить город. Так. Убьем его. О. Второй ход. Неплохо. Неплохо. Че-че-че? Че за сердечко? You should recover. Давайте мы что сделаем? Атакуем его, наверное. Че-то мало мы урона нанесли ему. Тормози, короче, здесь, лошадка. Хотя, я сейчас гиганта сюда приведу, а лошадка иди в атаку, короче. Гигант вперед. Расширяемся, либо популяцию увеличим. Ну, расширяться тут нам просто некуда, поэтому увеличиваем популяйшн. Нам сразу же дается несколько дополнительных очков прокачки города. Строим еще одну ферму. И получаем еще одного гиганта. Вот так. Теперь с двумя гигантами мы этих варваров разобьем к чертям собачьим. Так, у нас фишин прокачалось, само собой. Я вот не понимаю, иногда как-то происходит, но за что-то мы получили рыболовство. Ну, якобы не против. Это хорошо, на самом деле. Но я предпочитаю понимать, за что. Ну, да ладно. Так. Отлично. Не хватает там чутка денег. Чуть-чуть не хватает. Ладно. Делаем ход. У нас плюс 22 заход. Это хороший, хороший результат. Опять эти плывут сюда. Что ж ко мне приставили? Так, вот сейчас я выберу исследовать территорию. Нет! Ну, куда ж ты прешься? Ну, куда? Друг, 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 не туда. Ааа, ё-моё. Я затупил, короче. Не делайте так. Я думал, что сейчас мне просто откроются дополнительные территории, вот эти вот ближайшие. А чувак, короче, отправился из города и начал по суше топать. Блин. Жаль. Ну, ладно. Невелика потеря. Так, у нас сейчас есть 21. На что мы можем потратить их? Я могу его расформировать? Нет, не могу. А, в принципе, я на него ничего не трачу, поэтому просто отправлю его куда-нибудь вперед. Неважно. Давай, иди в город. А ты рядом стой. Лечись. Твоя задача сейчас просто защищать меня от напастей. Так. На что я могу потратить деньги? Можно, в принципе, горное дело развить. Фермы. Мореходство можно развить. Блин, даже не знаю, на чем сконцентрироваться. Просто не хочется на ненужные нам вещи деньги тратить. Так, вот здесь могу получить 3 очка, но этого мало не хватает, чтобы город развить выше. Здесь 2, надо 3. Здесь 1. Блин, везде ничего не могу сделать. Нигде ничего. Ладно, давайте тогда мореходство будем развивать, наверное. Я так думаю. И построим здесь сразу же порт. Ага, хренушки мне. Не построим мы тут порт. Я бы портовый город повысил, наверное. Хотя, а смысл как бы мне его повышать? Парк оф Туртун построим здесь. И стену. Здесь мы построим стену. Чтобы враги случайно нас не набрели. Вот так, пока ничего больше не заказываем. Отлично. Network was completed. Чё? Я могу, видимо... Ага, Grand Bazaar могу построить. Отлично. Ну, пока нигде я его не хочу строить, в принципе. Сейчас я здесь еще одного великана смогу заказать. Чуть позже. Так, давайте развивать Implums. Как он там называется правильно? Рыбехи. Давайте. Ну, давайте здесь карту, наверное, разведаем. Я не знаю. Надеюсь, он пойдет туда, куда нужно мне. Да, отлично. Вот так нужно карту разведывать. Это прям вообще шикарно. Мне все показали. Туман войны здесь, если исчезает, то навсегда. То есть я теперь знаю, где находятся варвары. Для меня они уже угрозы не представляют, поскольку у меня два великана у них. Ну, как бы я их сейчас разфигачу, короче. Шансов у них здесь уже нету. Или есть? Так. Идем дальше. Строим здесь фирму. Это плюс два. Рубим лес. Плюс один. Город улучшается. В принципе, до следующего уровня я не вижу смысла его повышать, поэтому мы просто плюс звезды делаем. Рубим лес. Рубим лес. Собираем фрукты. И у нас надо, чтобы еще плюс один сделать. пока больше ничего не могу здесь сделать. Ладно. Я хотел построить порт. Давайте его, собственно, и построим. Плюс 10 это будет нам. Хорошо. И отправим, пусть пусть коняка плывет в море. Куда его отправлять я пока не знаю. Он далеко не может плыть. Он может плыть только по голубым клеткам. По синим не может. Давайте пламбинг используем. Потом надо будет майнинг вот это сделать. Хотя у нас, в принципе, гор только две горы. Я не уверен, что там есть какие-то ресурсы. Ну, давайте. Ой, беда. Что творите? Upgrade to chip. А ну-ка. Upgrade и Не совсем понял, но ладно. Так, паренек в городе. Все нормально. Отлично. Отлично. Великаны просто на раз всех выносят. Это шикарно. Так, майнинг. Здесь ничего не могу. О! Тоже ничего не могу. Вот, блин. В моих горах нету никаких ресурсов. Беда. Печаль, беда. Давайте просто тогда, я не знаю, соберем какие-то ближайшие здесь, что у меня есть, очки для городов. Пусть будут. Пусть будут. Здесь прокачаю дороги, чтобы быстрее двигаться. Правда, противник тоже будет быстрее двигаться. А, на его территории я не могу этого делать. Ладненько. У меня еще есть 12, на что бы их потратить. На еще одного гиганта. Супер юнит. Так, давайте здесь тоже порт построим. На следующем ходу мы это сделаем. Сейчас не можем. Ага, города умеют стреляться. У них катапульта есть. Это беда. Катапульты опасны. Катапульты это серьезная штука. Так. Даже не знаю, что еще изучить в следующем. Эти охоту на китов. Хотя нафига. Нам 10 принесло, по-моему. В общем, это можно было и не делать. Судя по всему. Так, давайте здесь построим еще один порт. И улучшим до корабля. Апгрейд. Соберем рыбку. Здесь вырубим лес. Все нормально. У нас еще 9 есть звезд. А что нам их использовать? Отлично. Я что-то там изучил. Дальше нужно мореплавательство. Не знаю, как правильно. Короче, навигейшн. Вот эту вот штуку сделать. И строить нормальные мощные корабли. Чтобы они стреляли прям по-жесткому. Во всех противников наших. Так. Давайте здесь построим. Гранд базар, может быть. Не, надо, короче, ферму прокачать. Где у меня? Вот. Конструкшн. Чтобы на любой территории я мог ферму построить. Это важная, важная штука. Все, захватываем город. Или не захватываем. Эх, не получилось за раз это сделать. Ладно. Знаете, сейчас получится. На ком я месте сейчас? На первом. Все еще. С большим опережением. В принципе, мне захватывать в рынков не обязательно. Я могу просто развивать свои города и буду на первом. Я так думаю. Так, вендин. Давайте расширим границы. И нифига все равно. А, блин, да зачем я их расширял? Я же знаю, что здесь нифига нет. В этих горах. Эх, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Давайте здесь великана заказываем. Здесь тоже построим gates of power. А, нет, давайте на воде построим gates of power. Тоже прокачиваемся. И давайте еще одного великана. Замечательно. Теперь у нас есть много великанов. Так, вот я и нашел африканцев. Надо кого-то посильнее, какие-нибудь войска посильнее заказать, найти. Великана, наверное, сюда надо послать. Или корабль здесь. Давайте корабль, короче, запилим. Точно, точно, точно. Вот что я сделаю. Вот здесь надо запилить корабль. Порт, порт. Опять возле кого-то. Так, этот город сейчас захвачу, ребят. Восемь. Беда. Беда. Так. Нам нужны какие-то нормальные войны. Или катапульты можно заказать. Шайлд. Давайте навигайшн. Навигайшн прокачаем. Сможем нормальные корабли создавать. Короче, какая тема. Дорого стоит слишком. Сейчас, чуть позже закажу. Повышаем уровень. Гиганта чуть позже высадим. Сейчас я буду всем кораблям вкачивать... Вкачивать новый уровень. Если мне денег надо, то хватит. Так, они отбились. Это не гуд. Апгрейд. Вот так. Апгрейд. О! Зашибись. Вот и они. Вот и они. Если я с корабля вступлю на землю, а потом снова на корабль, то я буду обычным кораблем, поэтому лучше до третьего уровня прокачивать только те корабли, которые вы не планируете впоследствии, и превращать обратно в юнитов. Пеших, имеется в виду. Гигантов я, естественно, собираюсь как бы использовать в другом плане. Поэтому я хочу сейчас высадить. Поэтому я их не хочу превращать... ...в мощные корабли. Вот гады. Вот гады. Изничтожили моего гиганта. Ну ничего, ничего. Сейчас я вам это... ...отомщу. А что? А, надо ход подождать. Ладно. Ладно. Блин, надо было его отвезти. Почему я не отвел его? Глупость сделал. Короче, высаживаем гиганта. Я понял. То его сейчас добьют. Да, катапульты такие корабли, к сожалению, тоже с одного раза уничтожают. Поэтому надо быть очень осторожными. Шайл Дискаверд. Они отлично. Я изучил какую-то технологию. Вот это вот. Нормальные защитные юниты. Вполне себе ничего такие. Что я изучил? Какое-то количество монет, я понимаю. 5 штук. 10. 10. Нормально. Правда, я сейчас уже никак не использую. Ну да ладно. А юниты на воде, насколько я понимаю, весьма и весьма уязвимы. Поэтому надо с ними быть очень осторожными. Я сейчас приближусь и боюсь, что потеряю своего гиганта. Есть такая вероятность. Надеюсь, его сейчас не уничтожат мой корабль. Нет, его не уничтожили. Отлично. Ну, гиганта, к сожалению, да. Жалко. А ну-ка. Я город захватил. Правда, у меня сейчас его отобьют, скорее всего. А, нет, я его не захватил. Мне нужно его один ход продержать. Один ход продержаться надо. Минус 11. Так, тут и пушки ко мне подплывают. Это может быть проблемой. Они еще начнут высаживаться. Я этого совсем не хочу. Вот, здесь такая проблема, что я не могу близко подплыть к городу. Сразу две катапульты. Короче, варвары решили меня катапультами наказывать. Вот, какие варвары. Вот так сделаем. Так, здесь надо этого друга лечить. Как можно быстрее. А, сейчас катапульты подойдут, и мне все равно будет задница. Интересно, интересно. Беда. Продолжение следует... Вот, зараза. Ладно, будем здесь Defender'ов заказывать. Надеюсь, они как-то помогут. Тут я только обороняться могу, получается. Это нехорошо. Ладно, мне осталось продержаться немного, в принципе. Я думаю, что я продержусь. Я же выбрал режим превосходства, а не доминация. Доминирование. Какая доминация? Фу, я вспомнил. Доминирование. Так, это сейчас проблемы, может быть. Не могут город захватить. Вот, вот дела. Вот как бы мне аккуратно к ним подплыть-то? В принципе, могу город захватить, но толку этого не будет. Они отобьются. Давай тогда будем сейчас действовать аккуратно. А на сколько они стреляют? По идее, они только на одну клетку могут стрелять. Почему они на две стреляют? Я без понятия. Почему эти меня сейчас, мой корабль не уничтожают? Если они на две клетки могут стрелять. Без понятия. Без понятия. Может, какие-то прокаченные. Короче, я не знаю, почему так. Да, почему так? Да ладно. Мы все еще на первом? Да, мы с большим преимуществом отрывом на первом месте. Пока что. Отлично. У нас есть пять кораблей уже. Это неплохо. В смысле? Да, ну это имбака. Это в смысле на три клетки? У меня здесь корабль стоял. Ну как биздец. Я еще атаковать не могу сразу. Да, короче, я от них не отобьюсь, к сожалению. Будем что-то такое делать, я не знаю. По одному отрядику их выносить. Аккуратненько. Другого варианта, я не знаю. У них, по-моему, два города только. У меня шесть. Ну ладно. Лейв батл щип. Нет, не хочу. Зарядка уход взял. Зарядка уход взял. Сколько еще ходов? Еще пять ходов. Ну, их слишком много, эти катапульт. В смысле? А, это одна клетка считается. Ну да, в принципе, по диагонали. Ладно. Вопрос снимается. Надо город захватить. Вопрос снимается. Ну, вроде бы, всех ближайших противников от города я отбил. Надеюсь. Делаем ход. Отгады. Уже вплотную подходит городу. Надо как-то их, это, отсюда прогнать. А если так? Отлично. Я захватил город. Супер. Думаю, теперь я точно смогу победить. В принципе, я в этом не сомневался, но... А вдруг? Ну что, отбились? Ну, японцы, на кой хрен вы меня атакуете, когда чужой город захватываю? Ай, захватили все равно. Что у вас? Да почему я атаковать не могу? А, короче, они... Поскольку защитные юниты, они не могут сразу атаковать. Жаль. Так, что у нас здесь? Город захвачен. Ну, я не собираюсь высаживаться с кораблей. Это мое преимущество. Ой. Не очень как-то я это удачно сделал. Да, обычно юниты не могут сразу атаковать. С этим проблем нет. Так, 28-й ход. В общем, игруша такая, что в нее можно, в принципе, зарубиться на несколько часов. Хоть компании здесь и нет, но вот эти миссии песочницы, они достаточно увлекательны. Ай, надо было подвинуть, ладно. Надо было его сдвинуть. Итак, у нас здесь. Так, сейчас, говорит, город тоже захватим. Сколько? Один ход остался? Ну, я думаю, что можно даже пролистать просто. В принципе, шансов догнать меня у них нет. Тем более после захвата города. Отлично, мы даже нацию успели уничтожить. Окей. Ладно, делаем ход. Уже, в принципе, не важно. Победа! Ура, друзья! Ну, в принципе, достойная победа, я думаю. На самом сложном уровне сложности, извините за тавтологию, в принципе. За 30 ходов добились внушительного результата. Я всех благодарю за внимание. С вами был Тимбосс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ну и до новых встреч. Всем спасибо, всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok